А в минувшую субботу в библиотеке имени Пушкина прошел музыкально-поэтический вечер, в котором классические композиции в исполнении струнного ансамбля муниципальной капеллы имени Евгения Алхимова сопровождали чтение стихов нашего современника, минского поэта Евгения Израильского. Владимир Тимофеев читал поэзию своего старого друга, представляя малоизвестного доселе автора, магаданским любителям изящного слова. Подробности у Игоря Дадашева. Какие песни может петь поэт, чей сытый ум, избалованный лестью, не в состоянии вырваться из сна? Чье ремесло уже не упоение свободной рифмы, а гончарный круг, где все стихи, как глиняные вазы, округлые, и как братья-близнецы, похожи изначально друг на друга? Традиция проведения музыкально-поэтических встреч в стена библиотеки имени Пушкина уходит в далекие времена. Наверное, с самого основания Магадана, чьего первоначально население составили весьма образованные выходцы из самых разных городов и весей нашей страны, подобные встречи были весьма частыми во множестве учреждений культуры. В новейшее время библиотека имени Пушкина гостеприимно распахивает свои двери для всех почитателей прекрасного. Вечера камерной музыки в сочетании с изысканной поэзией неизменно привлекают знатоков и ценителей литературы и музыкальной классики. Организатор и непременный участник подобных вечеров Владимир Тимофеев весьма трепетно относится как к поэзии, так и к подбору музыкального сопровождения. Впрочем, репертуар нашего струнного оркестра достаточно разнообразен, и его руководители Ирина Серая вместе с остальными музыкантами всегда профессиональны и со вкусом предлагают слушателям наиболее интересные, технически трудные и любимые произведения академических композиторов, развивая вкус и любовь к неувидающей классике. Игорь Дадашев, Григорий Шнитов, Эхо дня.